Осознанно и введено в ранг государственной национальной стратегии развития того, что каждый человек должен быть успешным, и от этого зависит только успех государства. Пока государство не перестанет стимулировать и развивать те какие-то нехорошие моменты, которые толкают, провоцируют алкоголизм, центры эти будут только очень красивой ширмой. Я в противовес высказал эту мысль, но я сразу сказал, что государство должно это делать, но оно в общем не всегда делает, поэтому остается во многом активность общества и активность личности. Пока государство, что называется, оно неповоротливая структура, наверное надо очень хорошо жить, чтобы оно до всего дошло, поэтому надо начинать с малого, надо начинать с себя. А так, в общем, я с вами абсолютно согласен, никаких противоречий. Янову Иван Ивановичу, начальнику отдела комитета природных ресурсов и окружающей среды. Пожалуйста. Говорить об охране окружающей среды в нашей области можно долго и много. Работаем мы, я лично работаю с 1984 года в комитете, в институте, в комитете. Проблемы, живущие на территории области, все здесь присутствующие, наверное, не менее знаете. Вот. Но, может быть бы, здесь из присутствующих возникли бы или есть вопросы, связанные с работой комитета, с приведением каких-то наших мероприятий на уровне, так сказать, государственных требований. Потому что у меня большой здесь есть материал, я думаю, это займет много времени, а может быть, вот так вот, вопросы-ответы. Потому что трудно мне сейчас вам говорить обо всем и сразу. Отходы производства, потребления, все, что связано с браконьерством и охотой. Вот. Я бы вот так хотел бы построить немножко вот разговор. Ван Иванович, может, вы нам какие-то постановления в области окружающей среды или как вообще защищается она сегодня? Или это все нормально? Хорошо, но так, если кратко, значит, я постараюсь. Ну, во всем мире, вы знаете, растет, растет понимание того, что в результате потребительского такого вот, а порой хищнического отношения к природе, человечество ставит себя на грань генетической депрессии и физической гибели. Вы понимаете это, да? Если кратко сказать, то за последнее время человеческой цивилизации на земле на 10 миллиардов тонн уменьшились запасы кислорода. Ежедневно 44 гектара земель превращаются в пустыни. 10% сырья, извлекаемое из недр, только лишь используется, превращается в готовую продукцию. Остальные 90% идут, так сказать, в отходы. Вот. Деграда систематически страдает различного рода болезнями. Таким образом, к концу прошлого столетия цивилизация населения земного шара пришла к выводу, что надо собраться все вместе. И собрались в 92-м году в Рио-де-Жанейро и приняли конференцию. При организации объединенных наций конференция называлась «Повестка дня на 21 век», где были намечены стратегии мирового сообщества на будущее, где предусматривалось гармоничное достижение основных целей – это сохранение окружающей среды и здоровья экономики для всех народов мира. Я приближаюсь к проблемам и задачам, которые у нас в Республике Беларусь. Значит, разработана национальная концепция устойчивого развития Республики Беларусь. Эта концепция отвечает той стратегии и отвечает тому подходу к решению социально-экономических задач на основе рационально использования природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия в целях удовлетворения потребностей нынешних будущих поколений и так далее. Я хочу приблизиться еще ближе к тому, что на сегодняшний день, вот к концу и начало уже 21 века, по нашей стране, по Республике Беларусь, какие приняты основные законы, акты законодательные и так далее. Ну, перед тем хочу сказать, что кроме Рио-де-Жанейро состоялась или была такая принята конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на больших расстояниях, то есть ни мы никому, ни нам никто, другие государства не должны с провышениями тех ПДК, которые установлены, так сказать, нормативными документами. Конвенция об охране зонного слоя, была базельская конвенция контроля за трансграничным перевозком опасных отходов и так далее. Если по Республике Беларусь говорить, то у нас только за последние пять лет, начиная с 1997 года, были приняты новые ряд законов. Закон об охране атмосферного воздуха в 1997 году, кодекс о недрах в 1997, водный кодекс в 1998 года, переизданный с 1973 года, союзный был кодекс, кодекс о земле 1999 года, лесной кодекс 2000 года. Были усовершенствованы и изложены новые редакции законы и государственные экологические экспертизи и ряд других нормативных документов и актов. в нашу область. Но перед тем, как перейти, хотел бы еще акцентировать ваше внимание, что у Головного социального кодекса тоже внесли 20, включили, то есть 22 статьи, 22 вида преступлений. Этим разделом усилили ответственность за преступления в области загрязнения окружающей среды. Это продиктовано требованиями и нынешней ситуацией, которая сложилась в области охраны окружающей среды на территории нашей республики. Усугубило, конечно, экологические проблемы и та ситуация, которая произошла после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Здесь я не буду возвращаться к тому, что надо было сделать тогда, когда произошло то, что произошло. В частности, если говорить о воде питьевой, город Гомель один единственный, который использует воду для питьевых целей из реки, из реки Сош. Это, конечно, ненормально на сегодняшний день. И 196 тысяч кубов, 104 тысячи кубов используются из реки Сош, в том числе и на питьевые цели. Хотя вода соответствует качеству, тем требованиям на сегодняшний день. Но все вы понимаете, заканчивали университеты, что такое, когда сверху этим пеклом посыпало и в том числе и бассейн подвергся в верховье бассейна реки Сош. И в это время водозабор не был отключен. Вот я уже приблизился к той проблеме и к проблемам на территории нашей области. Первая проблема – это по городу Гомель строительство нового водозабора, центрального водозабора с переходом на забор воды из подземных источников, которые у нас исчисляются в кубок километр. Запасы большие, посылку делу на водный кадастр, который ежегодно дает информацию по всей республике. Значит, за этим следует, конечно, большая как положение, разработка сначала проекта, который будет больших денег, потом и само строительство этого водозабора. Значит, первая проблема. Вторая проблема – это очистка стоков, если говорить о воде. Всем известна проблема, связанная с Речицей. У нас из 22 миллионов грязных стоков по территории республики, только в одной области нашей, в городе Речицы, так сказать, накапливается ежегодно или образуется ежегодно 29 миллионов кубов в категории стоков недостаточно очищенных или, считаем, грязных стоков. Если говорить об отходах, аналогичная ситуация тоже. По Гомерской области на территории где-то в 4,5 раза больше накоплено отходов производства потребления, чем по всей территории республики, но на других территориях областей нашей республики. Вы поняли, что проблемы эти решаются. Лет 10 мы строим с 89-го года более 10 лет очистное сооружение в Речице. В этом году, я думаю, что завершим, уже завершено строительство и пусконаладочные работы. Для чего надо быстрее это сделать? Потому что мы подписали конвенцию трансграничных территорий, в Хельсинску и опуску в Дании. В Дании это было в июне месяце. Пунктами протоколов этой конвенции идет о трансграничных территориях, чтобы ни мы никому, ни нам никто не сбрасывал свои грязные стоки, если говорить о охране водных ресурсов. Значит, вторая проблема – это очистка стоков. Более-менее ситуация по другим населенным пунктам, городам, райцентрам, под контролем. Но есть ряд райцентров, где очистное сооружение тоже требует, так сказать, капитальных вложений. Я имею в виду, в свое время были расположены в поймах рек, в водоохранных зонах, и при больших дождях, особенно летних, вот, и весенних, паводковых. Иногда, иногда, редко случаи бывают, но иногда имеются факты промыва дамб, подволовки и спроса стоков, так сказать, с водами на реке. На сегодняшний день я должен сказать, что по территории области у нас, по данным последней инвентаризации, скважин, я речь уже веду об охране подземных вод, более 4 тысяч скважин. Из них требует ремонта и восстановления около 470, но хочу ваше внимание обратить на то, что те районы, которые были, или те зоны, тех районов, где было население отселено, и скважины были оставлены, ну, как бы безнадзорно в свое время. Сейчас мы возвращаемся к тому, что необходимо и там произвести тампонаж, как говорится, закрыть дошку к к изустью скважин к подземным водам, чтобы не было загрязнений по следующему. Делалось это тогда по пыльках, быстро, темпами, а сейчас вернулись к тому, что проинвентаризировал и находя документы, которые говорят о том, что ряд скважин остались за пределами зоны селения. То есть всем известные теоретические фонды послогибца в районе химзавода тоже несут большую нагрузку на подземные воде. Водгар Вадимов университета имени Франциско-Скарыны на глубине более 40 метров, как по органолептике, химики, помните, знают особо какой цвет на смокозапах, так и по химсоставу идет ухудшение качества подземных вод. Но если далее говорить, то это может привести к тому, что еще ниже, глубже эти воды будут загрязняться и дойдем до забора. Я вам здесь хочу напомнить, что кроме поверхностного водозабора речного у нас еще есть несколько водозаборов подземных вод. И вот в трех километрах один из нас положен примерно водозабором. Я к тому, что есть проблема, связанная с своевременем, в свое время не подумали об экранизации в ложе, или, как бы сказать, в площадке под складирование отходов по свагипсу с целью изоляции, недопущения загрязнения подземных вод. Это очистка поверхностных стоков, ливневых. Имеется в виду все, что сбрасывается с территории, населенных пунктов, городов, предприятий. Естественно, напрямую, без всякой очистки, сбрасывается через ливни в ее канализации наши водотоки, водоемы. Например, вокруг все они, обойдя свой путь, найдя выход, естественно, вода всегда найдет выход по ландшафтам местности, естественно, попадает в рекуссов. Неудачное расположение нашего пляжного участка городского, например, за много лет так вот наблюдаем Северный промоузел в свое время без очистки. То же самое в территории через судостроительный, судоремонтный завод, горд. И, да, то же самое. И путь, и путь, речка, где-то в полтора километра впадает в реку СОЖ, тоже большой вынос илого осадка. И в Верховье, в районе Добруша расположены очистные сооружения, которые тоже находятся весьма, ну, так сказать, сказать, что в аварийном, но не совсем удовлетворительном состоянии. Я имею в виду, что постоянно переполнены, например, карты, они могут привести к тому, что стопов и плюс осадки, неожиданные осадки, как вот по Европе сейчас, вы знаете, все проблемы эти, могут привести к тому, что в Чарстве могут, так сказать, поплыть, вот, и то, что город Добруш вместе с предприятиями сбрасывали на карту, могут копать, опять же, к нам в реку СОЖ, а там, вот, за город Шной, в СОЖской-Ибурске. И дали потребителю призмотаром. Хочу сказать, что наша республика, область, с целью улучшения обеспечения населения водой питьевого качества, было издано, принято постановление Совета Министров еще в 1998 году. Этим постановлением обязывали разработать мероприятия всем областполкомам улучшения обеспечения населения водой питьевого качества. Эти мероприятия разработаны по каждому населенному пункту, вплоть, где с целью перехода на централизованное водообеспечение ряд населенных пунктов полностью охвачен централизованным водообеспечением, но ряд еще остается под, так сказать, невыполненный ряд мероприятий. Почему? Потому что, так сказать, строчка, гигиография, источник финансирования, как всегда, на последнем месте. Вот. Посильное участие принимает все службы области, в том числе и наш комитет из фонда охраны природных ресурсов. Ежегодно выделяется на эти цели львиная доля, например, 73% от общего я сумму, ну, сумму, например, 5 миллиардов, к примеру. Вот. Вы можете скромно сумма, но представить, что львиная доля более 70% на цели использования охраны водных ресурсов. То есть вопрос большой, вопрос сложный. Например, в России у нас только отдел при комитете в России, это комитет и, так сказать, по другим вокруг нас странам, насколько я интересовался, очень и очень положение в области охраны использования водных ресурсов актуально и принимают меры на уровне государства большие. Страны Европы уже в этом столетии ощутят нехватку воды питьевой. На сегодняшний день государство Израиль развитое, вы знаете, использует именно воду для того, чтобы лопить воду питьевую, надо ее сначала получить из морской воды. Страны Центральной Азии и Южной Азии уже сегодня испытывают нехватку большую. По проблемам плохого качества воды питьевой, по данным Организации Объединенных Наций и ОЗА, Организация Здравоохранения, пол, не перегнуть бы здесь, по-моему, полмиллиарда детей, в таком детском 500 миллионов полярском не доживают или умирают в раннем возрасте, потому что вода плохого качества. Я не касаюсь здесь вопросов близко стоящих рядом по выбросам атмосферы, о том, что у нас в городе Гомеле по фенолам, по мальдегидам, по Мозорю, то есть Мозоря, у меня есть тоже эти данные, но я больше занимаюсь использованных аналоговых ресурсов, у меня это более ближе и, так сказать, информации много. Я много опустил, вот, потому что не хочу детализировать, здесь по каждому населенному пункту информация есть, мы работаем вместе с Центром геноэпидемиологии, здесь, если будет информация, руководители и должностные лица доложат или больше скажут, тоже много, много и большой процент болезней связанных с плохим качеством потребления. Ну и не задумываются, когда каждый день чай пьют, суп варят, что вместе с этим и потребляют, может быть, часть органиц и плохих веществ не нужных. Может быть, есть вопросы? Спасибо, спасибо, Иван Иванович, очень интересный доклад. Пожалуйста, есть какие-нибудь такие вопросы? Да, пожалуйста, молодой человек. первый вопрос по Светлогорску, я не услышал, это получается, что в области это чуть ли не дем какой-то. Конкретно меня интересует, какой приоритет имеет проект строительства очистных сооружений, конкретно очистных сооружений по очистке питьевой воды от железа. проблеме отходом фосфогипса, заскорение вопроса на просто информацию. Дело в том, что на базе университета имени Франциска Скорыны и одной из школ Гомеля проводилась научно-исследовательская работа, результатом которой стал проект, который получил серебро, серебряную медаль международной конференции по экологии в Турции, который именно описывал проблему и пути решения, которые вы описали. Вы не знали его существование? Мы не знали. Это воспитанница, вернее, дочь нашего комитета Морозовой Людмилы, поэтому мы в курсе и мы рекомендовали, мы помогали и наш однокурсник мой, Саша Кусинков, в зоокапедре университета имени Франциска Скорыны. В общем, мы в курсе. Значит, на вопрос о том, что в Светлогорске, водозабор Страковичи, Страковичи так называется, мощностью 25 тысяч кул в сутки на сегодняшний день по требованию президента и по требованию нашего и облсполкома мы должны достроить, обеспечить население Светлогорска и в том числе со станцией обезжелезивания. Потому что я опускал здесь моменты, вы все понимаете, что вода подземная это еще не все. И чтобы хорошее качество она была, надо еще предварительно привезти к чистку. В основном бич по территории области это большой процент содержания и он в состоянии железа в просторонном виде. Когда мы выступали перед депутатами вашего города и сидели в президиуме вместе с Владимиром Чемихосеевым, я просто тоже председатель, надо было не смог с водой связан, так нам поставили на стол колбу вот такого, знаете, визуально если посмотреть, ну, желтоватого, ржавого цвета воды. Я говорю, уважаемые господа депутаты, вот мы закончим совещание, здесь вот часа через три вы посмотрите, как произойдет, что произойдет с этой водой. И в действительности сразу через обеду там примерно в самую гонг разделилось на три, будем так говорить, тракции, или как правильно вы понимаете. Значит, первая верхняя часть была совершенно чистой, прозристой, средняя, еще если кто немножко так это само лавли, естественно, уже там чуть-чуть загрязнена была, а уже в нижней части совершенно вода была ржавой. Я к чему? Говорю, какие затраты нужны, какие там фильтры ставить, если просто поставить ряд хотя бы предварительно цепочкой отстойников, элементарных отстойников перед тем, как подать потребителю товару. Примерно. Как депутаты населения, тех, кто их выдвигал, депутаты, требовало и праве требовало. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы финансируем, будем финансировать и это на контроле даже на самом верху именно по городу Светлогорску, что связано с водой питьевой. Спасибо. Еще можно? Да. Очень усиленно слухи в обществе, конкретно среди населения Светлогорска, что та станция без железа, которая строится, что ее принцип очистки, он не позволит полностью очистить ее от железа. Дело в том, что как бы существует два вида железа, но двух формах присутствует и оно очистит только от одной из форм, а в последующем, пока вода дойдет до потребителя по трубам, одна из форм опять придет во вторую и получится та же самая ржавая вода. Химии подмечаете, но мы говорим о том, что хотя бы в смысле в общих чертах или как бы сказать в общем избавиться от большого процента содержания железа вообще. А уж там конечно какая-то доля, я не говорю 100% будет при очистке. Мы не будем ...